Всем привет! Сегодня мы приехали на мою любимую фабрику шерсти в Гамбурге. Вот так она выглядит снаружи, очень неприметно, но очень богато внутри. Вот так вот это все выглядит. Настоящий рай для вязальщика. Мне здесь разрешили поснимать, но не снимать людей. Вот вам всем цветотерапия. Потом покажу, что я купила здесь. Это хлопок. Вот это все за 50 грамм 1 евро 60. Вот это все хлопок. Так, это вискоза пополам с акрилом. 1 евро 50 за 50 грамм. У них вот так же висят образцы. Видите? Вот они связанные. Очень мягкие. Вот здесь очень много всяких артикулов. Тем, кто может здесь прочитать. И здесь хлопок, полиамид, вискоза и властан. В основном летние составы. Стоят они все по-разному. Где-то 1 евро, где-то 1 евро 50. Вот смотреть надо по артикулу. Вот так вот это все выглядит. Здесь тоже хлопок. Хлопок вот такой вот. Вот так выглядит в образце. Так, это тоже хлопок 2 евро. Супер вычисленный, супер мягкий. Вот он здесь на машинке связан. Очень мягкий на ощупь. Вот это все. Тоже хлопок, хлопок. А вот я искала пряжу моточную. Она у них тоже есть. Вот это махер. Его уже покупала. 70% махер, 30% палеакрил. Стоит 2,50 за 50 грамм. Вот они в расцветке. Вот такая у меня есть расцветка. И вот я думаю взять, наверное, вот эту. Очень красивая махер. Очень пушистый. Так. Это хлопок, по-моему. Да, хлопок. Мерсеризированный. Евро 90 за 50 грамм. Здесь 10 штучек. Вот. Но можно купить только упаковкой. Вот они всех разных расцветок. Извиняюсь. Вот здесь разная пряжа. Очень много всяких артикулов. Фантазийная всякая самая разная. Вот здесь шнуркового типа. Очень их много. Мне, конечно, здесь одного дня не хватит, чтобы все снять. Наконец-то я приехала сюда. Столько я хотела приехать, но никак не получалось. Вот, наконец-то. Так. Вот здесь пряжа на распродаже. Это евро 50 за 50 грамм. Это микс разной пряжи. Разный состав. То есть здесь я спросила. Здесь может быть и хлопок, и шерсть, и нейлон, и полиамид, и шелк. То есть вот можно купить сразу бобины. То есть вам не отмот не дает. Вот этот цвет очень красивый. Вам он передается серым. На самом деле он как пудра. Там пудровый цвет очень красивый. Вот такой. Очень много вот этих. Это вот эти все коробы. Вот этих всех пряж стоит. Вот здесь красных оттенков. Всяких разных. Здесь тоже. Тоже разные. Здесь уже моточки поменьше. Бобинки. Вот такие я себе взяла. Нет. Цвет передается такой более серый. Он такой более розовый. Очень красивый. Твидовый. Вот видите. Очень красивый. Там их очень много. Всяких разных цветов. Вот. Очень много. Вот тоже очень красивый. Ягодный. Вот кто любит такие цвета. Очень красивый. Он в жизни лучше выглядит, чем на камере. К сожалению. Вот эта вся пляжа. То есть одной бобиной можно купить. Здесь где-то килограмм вот в таких больших. Вот здесь тоже похоже на хлопок все. Вот этот. Похоже хлопок и акрил. На ощупь. Вот этот вот твидовый. Это здесь смесь, скорее всего. Здесь буретный шелк, хлопок и еще что-то. Я себе взяла вот такие вот. Вот здесь очень-очень похож на буретный шелк. Вот я взяла две такие бобины себе. Еще пока думаю над цветом. Вот это тоже буретный шелк. Очень похож. Он такой же по качеству, по ощущениям. И вот такой же он и по виду внешнему. Очень напоминает. Вот здесь тоже очень много здесь красивой миксы. Я не знаю, вам видно или нет. Здесь с люрексом. Пряжа такая очень красивая. Все очень красиво. Я бы все взяла. Так, это хлопок. Написано за 50 грамм евро 20. Вот это все хлопок. Вот так у них отвязаны образцы. Можно уже посмотреть. Вот этот цвет вам показывается бежевым. На самом деле он розовый. Я не знаю, что у меня с камерой. Розовый цвет. Чисто розовый. Вот он. Ой, вообще не показывает. Нет. Он нежно-розовый. Вот как роза. Вот. Это тоже хлопок. Вот. Все хлопок. Тоже хлопок. Вот там, видите, сзади? Там перемоточные машинки. То есть вам могут намотать на конус уже количество нитей, которые вам требуются. Вот. Хлопок. Это настоящий натуральный хлопок. Вот у них связан теневой узор. Цветотерапия всем. Вот здесь написано. Вот эта пряжа, она косит в лицевой глади. И вот видите, они отвязали образец и показывают, что здесь написано, что в лицевой глади косит. Вот. Видите, косина какая. То есть они советуют вязать узорами всякими разными. Вот, соединение изнаночных и лицевых петель уберет косино. Вот она. Видите? Это тоже все хлопок. Очень много хлопка. Так, здесь уже шерсть идет. Или такие зимние составы, по-моему. Нет, тоже хлопок вот это. Хлопок вискоза. Так, это хлопок и шелк. Хлопок и шелк. Он блестящий. Очень блестит. Он как очень розовый цвет. У вас очень бледный, показывается, жаль. Он очень блестящий. Вот в жизни он прямо блестящий-блестящий. За счет шелка блестит очень сильно. Вот они все. Вот так выглядит образец. Вот они. Видите, здесь по цветам рассортированы. Вот видите? Гладенький, нежный. Вот красивое сочетание. Такое с белыми полосками. Так, это все хлопок и шелк. Здесь уже меринос, вискоза, нейлон, вискоза, полиэстер и хлопок и шелк. То есть здесь вот, видите, перемешано. Вот здесь три вот эти вот. И разная цена. То есть евро 20, евро 50 и 2 евро 50 за хлопок и шелк. Вот такой. Это хлопок, все хлопок. Цены разные. Извиняюсь, меня кое-что спросили, и я остановила видео. Ну вот, в общем. Вискоза, полиамид. Вот они все. Вот это все образцы отвязаны. Они большие молодцы. То, что можно все это увидеть в жизни. Вот видите? Вот такая пушистая фантазийная пряжа. Вот они отвязали. Такой меховой. Меховой прям. Он такой рыжий. У вас очень бледно показывается. Он прям рыжий в жизни. Цены тоже вот здесь разные. Полиамид, вискоза. Еще полиамид. Хлопок. И полиамид. Вот здесь цвета всякие разные. Так. Уже все пропустила. Вот здесь тоже. Тоже написано, что в лицевой глади красит вот это. Вот здесь пряжа. Вот. Здесь вот хлопок, лен и шелк. Вот это меня заинтересовало пряжа. Здесь 70 хлопка, 15 лен и 15 шелк. Вот такая вот она. Очень красивая пряжа. Она здесь трех цветов. Вот такого бежевого. И вот такого вот цвета орхидея, по-моему, это называется. Хлопок и полиамид. Такая белая. Вот я наконец-то нашла. На сайте у них уже не было. Вот. Это стопроцентный лен. Я его возьму. Обязательно. Рада, что нашла его. Сейчас, может, еще найду бобинку. Здесь вот так надо искать. Вот этот лен стоит 1,30 евро за 50 грамм. Это очень хорошая цена вот за лен. У них на сайте, к сожалению, этого артикула больше нет. Но вот можно найти по сайте. Поищу, еще. Может, найду. Так, это не то. Так, к сожалению, я не нашла больше. Но, конечно же, я эту возьму. Здесь женщина до этого стояла, она тыкала, но она убрала здесь. Здесь обычно на весах поставлено минус 34 грамма, то есть вес конуса. Вот, и она что-то там, вон она стоит, тыкает. Опять натыкала. В общем, минус 34 грамма. Вот, это будет почти 400 грамм вот такой бобинки. Вот, у меня уже есть такой лен. И я его хотела еще купить, но он у них закончился. И вот на фабрике еще нашла еще одну, последнюю, наверное. В общем, вот так. Ну, давайте дальше пойдем с вами. Вискозоэластан, вискозоакрил, хлопок. Это все вот здесь написано. Нельзя вязать лицевой гладью, будет косить написано. То есть, здесь разные артикулы, разные составы. Ой, он нежно-персиковый цвет, но вам показывается очень белым. Он нежный-нежный персик. Вот, блестящий даже. Блеск видно. Здесь вискоза. Ну, не могу исправить, к сожалению. Так, давайте дальше пойдем. Хлопок. Вот это все хлопок. Вот это все такая пряжа шнуркового. Или как она? Такая она пушистая. Вот такой вот шнурочек. Видно, нет? Вот она, видите? Плетеный шнурок. Вот из них навязаны образцы. Так. Такой стоит 2,50. Вискозопалиамид. Хлопок. Так, хлопок. Все летнее. Так, я вам забываю эту сторону показать. Так, вот здесь махер идет. Махер альпака. Вот из них тоже навязаны образцы. Такой очень пушистый. Видите, здесь 20% альпака, 20% вискоза, 15% шерсть, 30% полиамид, 15% полиэстер. 3,50 за 50 грамм. И вот здесь 75% махер и 25% шелк. То есть, артикул 23,50. Я думаю, это вот этот. Да, 23,50. Вот он, махер на шелке. У меня есть такой дом, поэтому я его сразу узнала. Он очень мягкий, пушистый. Но его здесь только один цвет. Он у вас очень коричневый передается, он приглушенный. Вот эти вообще темно-зеленые, чисто зеленый цвет. У вас передается таким цвет, как, как сказать, такой морская волна у вас передается. На самом деле, это просто зеленый цвет, вот как хвойный. Как зеленый лес, вот такой вот цвет. Вот такой красивый, синий. Он в жизни фиолетовый. Ой, здесь освещение, или я не знаю, почему так передается цвет. Понятия не имею. Вот здесь всякая фантазийная пряжа. Вот такую я на сайте у них видела. Такая буклированная пряжа, очень интересная. Вот она, вот такая. Такая пупышка, пупырышками. Мягкая, очень мягкая. Интересно, что это? Так. Здесь шерсть и полиамид. Это шерсть и полиамид. Вот это очень красиво. У меня, по-моему, тоже есть 50-35. 50-35. Да, это шерсть и нейлон. 80% шерсти и 20% нейлона. 1,50 евро за 50 грамм. Вот. У меня такая есть беленькая. Дома. Так. Это они пушистые. Так, это все хлопок тоже. Хлопок мерсеризированный. Да, вот он тоже мерсеризированный хлопок вот так блестит. Прямо глянцевый. Вот там дальше идут полочки красивые. Так, вот здесь по моточку можно купить. Вот это носочная пряжа вся. Носочная пряжа здесь в основном, я смотрела, то есть 300-380-420 метров на 100 грамм. То есть такая тоненькая. Вот здесь всякие разные расцветки. Здесь евро 90 за 50 грамм. То есть вот этот моточек здесь 100 грамм. То есть почти 4 евро вот такой моточек будет стоить. Вот. И здесь написано, внимание, моточки по 100 грамм. Так, вот это, по-моему, вот там наверху пряжа для окрашивания. Так, сейчас, минуточку. Вот здесь на стульчик можно встать. Да, видите? Там пасмочки. Сейчас я достану вам. Вот такая пасма. Стоит она евро за 50 грамм. Очень хорошая. Это овечья шерсть. Она подготовлена для окрашивания. У меня несколько есть таких дома. Вот хорошо, что я нашла. Сейчас, может, возьму себе еще две штучки. Так. Надо мне остановиться уже. Так. Здесь милинос. 60%. 20% альпака и 20% полиамид. Вот такая тоненькая ниточка. Здесь 3 нитки, по-моему, они смотаны. Нет, в две. Извините, что вас так показываю. Я не умею снимать. Вот такой вот. Это 100% шелк. Сразу можно купить такой бобиной. 1050 метров на 50 грамм. То есть это 2000 метров на 100 грамм. 3 евро за 50 грамм. Там. Вот такой образец связан. Образец очень нежный. Такой нежный-нежный. Шелк. Так. Продолжение. Я должна не чуть-чуть прерваться, потому что нужно было положить пряжу, которую я уже взяла. То она у меня вся в руках была. Вот это все. Это люрекс. Добавочная нить. Да. Вот это 100% мереносовая шерсть. Экстра мягкая. Вот они расцветки. Вот такие все. Так. Это, по-моему, все одно и то же. Да. Это все один и тот же артикл. Вот только разные расцветки. Вот они. И наверху, вот видите, к ним уже подобраны ниточки люрекса. То есть, если вам нужно, вот они сразу под ними и стоят. Вот. Вот я очень рада, что мне дали здесь поснимать. Вот. Такой возможности выехать просто так и поснимать у меня нет. И вот я в Гамбурге бываю очень редко. Очень редко. И вот попалась мне такая возможность. Зыгнобаруфа. Зыгнобаруфа. Так. Вот это пряжа. Этикетки здесь. Странные. Странно. Написано Меринос. 3 евро за 50 грамм. А на бобине написано Кашу. То есть, это вот стопроцентная... А нет. Правильно. Это Мериносовая шерсть. Мне показалось Кашмир. Так. Такие. Очень много здесь всяких разных. Вот этот очень красивый цвет. Очень. У вас просто серый. Он такой роза. Сливого розовый. Пыльный. Такой цвет. Очень красивый. Нюмил. Итальянская пряжа. Так. Ну и вот дальше здесь. Так. Это здесь артикул. 90% шерсть. 10 нейрон. Вот. А вот. Вот этот Меринос. Вот этот. 3 евро 20 за 50 грамм. Стоил. Так. Вот здесь уже Мериноэкстрафан 90 и 10 нейрон. Здесь стоит уже 2 евро 8 за 50 грамм. Вот они. Такие расцветки. Вот это интересно что. Это Меринос. Шерсть. Написано что они больше не будут разматывать. То есть можно купить только так. И. 3 евро за 50 грамм. Вот они. Так как. Остатки. То что у них остается. Меринос. Альпака. Полиамид. Вот. 3 евро за 50 грамм. Вот такие расцветки. Вот тоже образцы навязаны. Меринос. 10% кашемир. 33 хлопок. 5 вискоза. 5 полиамид. Вот они расцветки. 3 евро за 50 грамм. Меринос. Кашемир. Нет. Это не то. 52,98. Это вот этот состав. То есть вот здесь так нужно искать по номерам. Вот которые здесь даются. Давайте найдем вот этот кашемирчик. Сейчас. Минуточку. Так. Я нашла. Вот он этот кашемир. 40%. Прям очень мягкий. Мягкий прям. Даже в бобине вот. Бобина здесь вся в пропитке. Все это для машины предназначено. И вот даже в пропитке она безумно мягкая. Это вот это вот. Здесь. Да. Вот эти вот. Несколько бобинок их осталось. А нет. Вот 53,10. Вот этот еще. Желтенький. Я извиняюсь еще раз. Я снимать особо не умею. И я за качество съемки извиняюсь еще раз. Вот он. Красивый. Интересно сколько здесь грамм. 400 наверное. Хотя у меня уже есть дома кашемир. Надо остановиться. Но я не могу. Я думаю меня все вязальщицы поймут. Когда видишь такое. Такой рай. Хочется все купить. И все забрать с собой. Это еще не все. У меня весь день не уйдет. Чтобы здесь все по полочкам разобрать. Вот это все. Составы. У них очень хорошее. Все отвязано. Уже. Вот. Так. Давайте быстренько пройдем. Еще. Что это? 54 процента лен. 46 вискоза. Вот они. Вот эти. Бобинки. Так. Это лен. Вискоза. И хлопок. Вот этот. Так. По ценам. 2,50 за 50 грамм. Так. 54 процента лен. Это 2,50 тоже. За 50 грамм все цены. Так. Вот так это. Здесь написано. 70 процентов лен. И 30 хлопок. 2,50 за 50 грамм. Вот так выглядит. Образец очень плотно связан. На машине видимо. Вот. Вот это вот артикул я тоже себе купила. Это стопроцентная. Шотланд. Шотландская шерсть. Овечья. Так. Здесь она была 2,80 за 50 грамм. Да. Я ее за такую цену покупала. У меня вот такой вот цвет. Пару бобинок я себе купила. Вот такого. Он у вас очень желтый. Он такой бежево-серый. Вот такой очень красивый. Благородный цвет. Вот еще вот такие там цвета есть. Вот. Очень красивый вот этот цвет. Такой. Что это интересно? 21,75. Да. Это тоже вот эта шотландская шерсть. Да. Так. Так. Артикул 21,75. Да. Это вот этот вот. Так. А это? 21,75. Вот он. Он у вас очень коричневый. Это такой серо-коричневый. Очень красивый цвет. Я не знаю, почему. Здесь освещение, видимо, не очень такое. Освещение здесь желтоватое. И все цвета неправильно передаются. Вот. Это здесь, видимо, не наматывали. Вот. В общем, вот так. Давайте дальше пойдем. Вот так. Быстренько. 40 кашемир, 40 меринос, экстра-мягкий, 15 шелк, 5 полиамид. 4,30 евро за 50 грамм. Там мы с вами смотрели, было 3,60 евро за 50 грамм. Вот такие расцветки кашемира. Вот они. Меринос, экстра-мягкий. И шелк малберри. То есть это шелк тутового шелкопряда. Вот они. Мягкие. Они прям очень мягкие. Вот этот вот шелковистый. Очень такое мягкое. Да, вот здесь он прям по ощущениям вот как нежный. Вот такой шелковый. Так, вот здесь уже что-то другое. 100% кашемир. Хотя на сайте я у них не видела. 13 евро за 50 грамм. Это, наверное, вот этот черный здесь стоит. Хотя нет, он мягкий очень. Он очень такой шелковистый, как тут. Вот этот, наверное, красный. Да, 81. Нет. Сейчас, минуточку. Это вот этот кашемир. Здесь его, наверное, 50 грамм вместе. Вот он. Это вот остатки, видимо. Вот только вот эти вот. Серенький. Да, вот они. Три конуса. Ну, здесь совсем чуть-чуть осталось. Так вот. Вот еще здесь дальше идет красота. Меренос экстра мягкий. 20% ангора. Вот этот. Такой цвет красивый. Очень красивый вот этот. Вам бледнее передается. Он поярче в жизни. Он такой сливово-серый. Вот он здесь, да, получше. Нет. Все еще серый у вас. Не очень красивый цвет. Здесь 100% овечья шерсть. Такая. Вот так она выбрасывая. Глядит уже после стирок. Мягкий. Очень мягкий. Такой букле. Есть. Есть. Такая пряжа шнурковая. Такой плетеный шнурочек. Обвитый. Такая интересная пряжа. 2,50 за 50 грамм. А нет. 3,50 за 50 грамм. Это вот эта вот фантазийная. Вот это тоже 3,50 за 50 грамм. Биби Альпака. 20%, 20% лен, 15% меринос, 30% полиакрил и 15% полиэстер. Вот это очень такая пушистая. Видите? 80% шерсть, 20% полиамид. Давайте возьмем, посмотрим. Такая. Нежно-голубой цвет. Очень красивый. Вот это, по-моему, махер. Его на сайте видела. Ой, он у вас вообще серый. Он нежно-нежно-розовый. Нежно-розовый. Так, вот там дальше высоко очень встает. Как они это все туда складывают. Вот это все. Это все люрекс. И написано, что приобретать можно только по бобинке. То есть вот целой бобинкой такой. Они не отматывают такую тоненькую. Вискозный полиамид. Вот это все такая пряжа для добавка люрекс. Что вот это за пряжа? Очень мягкая она. Такая прям волосатенькая. Видно, наверное, все это такое. Так, это... Меренос 50%, 25%, альпака 25% полиамид. 4 ев за 50 грамм. Вот они. Такие расцветки. Здесь все шерсть идет. А это что? Так, это, видимо, обратно они складывают. Вот, привезли. Еще не разложили обратно. Вот здесь дальше идет. Это очень похоже на шелк. Хлопок и шелк очень блестит. Это мерсеризированный хлопок. Вот здесь сколько его. Все кого-разного. Вот еще даже... Ой, очень много. Так. А нет, это он мерсеризированный хлопок. Но он очень блестит. Очень. Так. Блестящий. Тоже мерсеризированный. Все мерсеризированный. Ну, пока. Так, здесь меринос экстра мягкий и нейлон. Дальше шерсть. Вот. Так, давайте покажу, что же я там купила. Я купила пряжу, то, что у них было на распродаже. Я показывала. Там такие большие, вообще такие коробы. И там прям много навалено было пряжи. В общем, как мне объяснили продавщицы, состав на пряже не указан. Но если мне понравится какая-то пряжа, они скажут, что за состав. То есть они по памяти все помнят. И они сказали, что там пряжа, вот то, что у них остатки оставались. Вот. И все. То есть больше такой не будет. То есть там евро 50 за 50 грамм. И можно было там найти, как я уже говорила в видео, разные артикулы пряжи. То есть там может быть как шерсть, мериносовая или такая овечья шерсть. Либо мохер, вот как я мохер нашла. Либо хлопок, либо вискоза. Вот. Ну и так далее. То есть составов много. Все они перемешаны. Я там нашла мохер. Он мне получился по очень выгодной цене. Вот такой вот он. Большая бобина мохера. Он вам передается цвет правильно. Я раскручу ниточку, покажу. Вот. Как они мне сказали, я уже, когда домой приехала, я себе вот выписала. То есть здесь две ниточки мохера и три ниточки шерсти. Так, давайте раскручу и вам покажу. Здесь такие три ниточки буклированные. Это шерсть и вот две ниточки мохер. Вот они. Вот эти две ниточки. Это черный мохер. И три ниточки. Вот они не буклированные, а как вот этот вот называется. Я забыла. Такая нитка, которая неровно спрятена. Похожа на букле. Вот. И она коричневый. Темно-коричневый цвет такого шоколадного. И вот вместе вот такое сочетание. Метраж, к сожалению, они мне говорили, но я не запомнила. Я уже была рада, что я запомнила хотя бы состав. Ну, вот так вот. Ниточка вот такая по толщине. Вот она выходит. Ну, нужно учитывать, что здесь еще мохер. И мохер будет все это раскрываться после стирки. То есть вязать такими толстыми спицами. Там шесть, семь. Вот. Также в видео вы видели, там много было цветов вот такой вот пряжи. А, забыла сказать. Здесь где-то 800 грамм. Чуть-чуть больше. То есть вот такая бобинка. Давайте я уберу. Я вам видео показывала. Было много вот такой вот разной пряжи разного цвета. Я взяла вот такой вот. Он чуть розовее в жизни. Вот такой вот твидовый. Вот. Надеюсь, вам видно. Очень красивый цвет жизни. Это такое сливово-розовое. Такой очень нежный цвет. Такого цвета у меня нет. И я его решила себе взять. Здесь целый килограмм. И, как я уже говорила, я была 100% уверена, что это буретный шелк. Потому что он очень похож по внешнему виду, по ощущениям, по вот этим вот крапушкам. Очень похож на буретный шелк. Сейчас я вам покажу буретный шелк. Минуточку. Так. Я принесла буретный шелк. Это у меня смотки. Я делаю сама на своей моталке. И, как я уже говорила, я была 100% уверена, что это буретный шелк. Но, как оказалось, это 100% хлопок. Вот. Сейчас вы увидите, почему я так подумала. Видите? Так. Это уже от Махера. Вот. Буретный шелк. Видите? Он вот такой вот тоже неравномерный. И вот такими вот, как твидинами. Да? И вот он. Вот этот. Они очень похожи внешне. Такие же оба матовые. Но это оказалось 100% хлопок. И, как мне сказала продавщица, что не я одна так ошиблась. Она сказала, что очень многие принимают его за буретный шелк, потому что он действительно очень похож. Вот. Давайте вместе сравним. Вот. Видите? Очень похожи текстуры и структуры. Как сказать? По ощущениям они оба одинаковые. Но, как оказалось, это 100% хлопок. Вот. Справа буретный шелк. Слева вот этот 100% хлопок. Вот такой он твидовый. Очень красивый. Но все равно я его взяла, потому что я просто влюбилась в этот цвет. И расстаться уже не смогла с этой бобинкой. Вот такая красота. У них на сайте этих пряж не было, поэтому я была удивлена, что нашла там такую пряжу на распродаже. Вот видите? Ниточка достаточно толстая. То есть это... Ну, такими спицами уже, наверное, пятеркой. Можно даже побольше вяжу. Я очень туго. Поэтому... Вот так. Вот очень довольна здесь. Один килограмм. Вот видены вот такие очень красивые. Оранжевые, синенькие, белые. Очень красивые. Я только уже по приезду домой пожалела, что я взяла всего лишь одну бобину. Там на видео вы видели было много всяких разных цветов. И голубенькие, и желтые, и оранжевые, и такие ягодные. Но я удержалась и не купила. Ну, куплю в следующий раз. У меня очень много запасов. Мне нужно их извязывать. Но я думаю, вы как вязальщицы и вязальщики, вы меня поймете, что когда видишь такую красоту, хочется все забрать. Вот. Также я нашла у них лен. У меня есть уже такой артикул. Я его покупала прошлым летом. Но он у них потом закончился. И больше полугода его не было. И я когда вот там, в этом большом коробе, рылась, я очень надеялась, что я все-таки найду. И я нашла. Это была последняя бобина, как я уже спрашивала у продавщицы. Ну, не у продавщицы, у работницы, которая она там работает. Я спрашивала, есть ли у них еще. Она сказала, нет. Если вы нашли, то это уже точно последняя. Потому что на сайте уже больше полугода ее не было. Это стопроцентный лен. Вот такой вот он. Видите, чтобы здесь не распускалась ниточка, они вот так вот заклеивают ее скотчем. Вот. Стопроцентный лен. И здесь написано, что данный вид пряжи в лицевой глади косит. То есть советуют вязать узорами самыми разными, крючком, либо самыми разными резинками. Вот. Такой. Лен очень хороший. Он чисто белый, неокрашенный. Лен, вот как он есть, натурального цвета. Вот такая одна бобинка. Вот. Также показывала я там. Это хлопок, шелк и лен. Вот такого цвета. Это у меня уже под проект я купила. Я буду вязать летнюю футболку мужу. И из остатков я свяжу себе такой топ на тоненьких бретельках. Хочу связать под кардиган и носить. Как нижнюю одежду. Так. Давайте я вытащу это. Я это на себя уже записала. Вот. На сайте я выписала. 50 грамм 208 метров. Вот в этой толщина нитки. И советую вязать спицами 3-3,5. Так. Красиво такого антрацитового цвета. Написано было цвет антрацит. Вот с такими вот виденными. Надеюсь, видно. Так. Так. Здесь 70% хлопка, 15% лен и 15% шелк. И также написано, что данный вид пряжи тоже косит в лицевой глади. Но это ничего страшного. Я такую пряжу вяжу узорами. Самый простой узор, который можно связать и косить не будет, это узор рис. И никаких проблем. Вот такая вот красивая. Она очень мягкая на ощупь. Вот. Также вот купила две пасмы. Я вам показывала. Там у них на самом верху, в коробке в глубине, нашла я пасмочки. Это у них пасмы, уже подготовленные для окрашивания. То есть здесь 90% шерсти овечьей и 10% нейлона. Пряжа очень мягкая. Вот такая она. Волосатенькая. Можете видеть, она здесь вот так вот смотана. Такой. Не косичкой даже, как скажу. Таким. Руликом. Не знаю, как сказать. Это не такая стандартная косичка красивая, как вы можете видеть в магазинах или что. Это вот так вот просто завернули и все. Но она легко разворачивается. У меня уже есть такие. Я уже окрашивала. Это натуральный цвет. Вот. И она уже подготовлена для окрашивания. Давайте покажу ниточку. Вот видите. Вот здесь такая пушистая эта шерсть. И вот они. Тонкий нейлон. Он чуть-чуть поблескивает. Здесь уже от Махера налиплые. Лосинки. Здесь где-то в 50 грамм 130 метров. То есть 100 грамм 260 метров. Вот такая пряжа. Вот. Две такие косички. Стоили они 1 евро за 50 грамм. Я считаю, это очень хорошая цена. Ну, конечно, ее нужно будет перемотать. В клубочке. И потом вязать. То есть она не так. Не в таком готовом виде, как в бобинках. И купила я Махер. Этого Махера у них не было в зале. Мы разговорились с продавщицей. Ну, с сотрудником. И она сказала, что у них на складе есть еще Махер. Но она еще и не вывозила его в зал. И этикеток у нее тоже нет. Но она сказала, что если меня интересует, она может вывезти. И она, в общем, она вывезла мне его. И, конечно же, взяла. Взяла себе от Мот Махера. Вот такого красивого цвета. Он вам передается очень коричневым. Он такой вот, вот что-то розово-коричневый, такой сливовый. Такой вот, как сказать, сложный цвет. Цвет называется Тауп. Если вам это о чем-то говорит. Тауп или Мальве Тауп. Такой вот. Очень красивый. Он с розовинкой. Такой темно-бежево-розовый. Он у вас просто коричневый на камеру. Очень жаль, что вам не показывается цвет. Цвет очень сложный, такой богатый. Так. И так как эта позиция, она еще нигде не обозначена. Она у них только на складе еще лежала. Ну, как... Ну, неподготовленная она еще была. То есть здесь нет артикула номера. И она мне сказала, и я для себя быстренько записала, что здесь, какой состав и метраж. Потому что мне очень важно. Все махеровые пряжи я использую как подмод. То есть это будет подмод к моей пряже. И я даже уже нашла подходящую по цвету пряжу. Я вам ее принесу. И здесь было 60% махер, 28% шерсти, 12% полиамид. В одну ниточку 50 грамм, 550 метров. Давайте покажу вам нитку. Так. Вот такая. Вот такая нить. Тонкая, пушистая. Как раз мне нужна была такая. Рада, что нашла такой цвет. Вот он. Сейчас я покажу вам пряжу, которую я подготовила. Так. Я принесла пряжу. Это тоже пряжа с этой же фабрики. Она вот такая. Вот. Вам цвет показывается правильно. Вот такой вот он розово-коричнево-бежевый. Вот такой вот серый. Очень сложный цвет. И они вот очень вместе, внешне похожи. Конечно, на камеру вам не так передается. Но они в жизни очень похожи. Вот эту пряжу я купила уже очень давно, пока из нее не вязала. И здесь давайте посмотрим. 40% меринос экстра-мягкий, 10% кашемер, 25% вискоза, 25% полиамид. Это тоже пряжа, которая косит в лицевой глади. Давайте посмотрим метраж. Метраж здесь 50 грамм, 360 метров. Спицами номер 3 рекомендуется вязать. Это ниточка достаточно толстая. Ой, тоненькая. И я так думаю, она будет раскрываться после стирки. Вот, надеюсь, видно вот эта ниточка. Вот. Это если из одного конуса вязать. А если из двух конусов вязать, то в 50 грамм 180 метров. И рекомендуемые спицы номер 5. Это вот я для себя вот так выписываю на таких листочках. И вот так в лобинку вставляю. Вот такой вот махер. Здесь 300 грамм. Вот такой красивый. И это тоже махер, но состав у него немножко другой. И ниточка уже в два раза толще. У вас на камеру передается очень красный. Такой бордово-красный. Но он бордовый. Но такой, как сказать, такой цвет уходит как вишню. То есть такой вот более в розовый подтон, нежели в оранжевый подтон. Две. Почему две? Сначала отмотала. Она мне 200 грамм я просила. Но потом я передумала и попросила еще 100 грамм мне намотать. В общем, она мне намотала еще 100 грамм. В общем, здесь вместе 300 грамм. Давайте посмотрим, что за состав. Это тоже была та же самая пряжа махеровая, которая еще не была вывезена в зал. Здесь 62% махера, 20% шерсти и 18% полиамид. В одну ниточку от 50 грамм 275 метров. Вот, ниточка уже потолще и заметно потолще. Вот она вот такая очень пушистая, очень красивый цвет. Тоже ее буду соединять со своей шерстяной пряжей и буду вязать. Такие. Ну что ж, вот и все мои покупки. Надеюсь, мое видео вам понравилось. На данной фабрике я была первый раз. Никогда на ней раньше не была. Но я очень много у них покупала. И покупаю. Ну, надеюсь, еще в будущем там побывать. Мне там очень понравилось. Сотрудницы очень... Они очень хорошо знают свое дело. То есть они буквально по каждому артикулу у них... Вы сами видели, сколько у них пряжи. И буквально каждый артикл они знают все от и до. То есть вот такого вот я встречаю очень редко, чтобы вот так вот настолько хорошо знать. И там сотрудницы, которые уже работают больше 20 лет на этой фабрике, в общем, очень довольны. Также забыла сказать, что данное видео никем не оплачено. Это все куплено за свои деньги. Чтобы ни у кого не возникало вопросов, что это проплачено или нет. Нет, это, к сожалению, не проплачено. Или к счастью. Не знаю, как сказать. Но мне никто не платит. Я платила все сама. Решила сделать тебе такой подарок. Вот. Ну что ж. Всем спасибо. И пока. Пока. Пока.